Осень, пора заложенного носа и воспаленного горла. А значит, самое время подумать о профилактике простудных заболеваний. По словам медиков, вспышки гриппа в городе пока нет, но предупредить заболевание как минимум дешевле, чем лечить. С 1 сентября в городе идет сезонная вакцинация. А вот с ОРВИ ситуация обстоит иначе. Только за неделю в одной из химкинских поликлиник зарегистрировано порядка 50 заболевших. О том, как защитить себя и свой организм, расскажет Ольга Донченко. Можно? На прививку. Прививку Анатолий Яковлевич делает каждый год, уже 20 лет подряд. Иммунитет отвечает ему благодарностью. Вот и сегодня он пришел на вакцинацию. Я работал директором Дома отдыха Новогорск, Госплан СССР. У меня штат был 500 человек, в том числе врач и две медсестры. Врач сказал, надо делать. Ну а вам помогает? Просто она ко мне не цепляется. Вся вакцина хранится в специальном холодильнике. Он запирается на ключ. Температура здесь около 4 градусов выше нуля. Препарат, который используют медики – Гриппол отечественного производства. Можно заболеть после вакцинации, но это совсем маленький процент. И если совсем здоровый человек, то в данной поликлинике, в данном кабинете мы такого и не замечали. Что касается простудных заболеваний, то за последнюю неделю, по словам терапевтов, увеличились случаи заболевания трохиитом и ОРВИ. Чтобы не оказаться в их числе, не стоит забывать о профилактике. Профилактика что такое? Первая профилактика – это ваш иммунитет, который вы имеете. Вот как вы его за лето наработали, то так вы и проведете осенью-зиму. Зависит очень от многого. Но, к сожалению, почему мы ждем эпидемии именно январь-февраль гриппа? Дело в том, что в этот момент как раз иммунитет у всех падает. О пользе и вреде вакцинации до сих пор спорят. Но врачи рекомендуют не отказываться от дополнительной поддержки организма. Для того, чтобы не болеть, очень важно укреплять свой иммунитет. И в этом вам придут на помощь народные средства. Одно из них – имбирь. Его можно использовать как порошкообразный, так и сушеный. К слову, имбирь является хорошим противомикробным и противовоспалительным средством. Так, например, настой, заваренный на имбире с чесноком и лимоном, поможет не только укрепить иммунитет, но и в борьбе с вирусными инфекциями. Ольга Донченко, Валерий Алексеев, Служба новостей.